Бюджет придется пересмотреть. Перевозчики объявили об очередном повышении цен на проезд в общественном транспорте. Поездка по маршруту Ангарск-Иркутск теперь обойдется в 150 рублей вместо 110. Наталья Хмелева встретилась с недовольными пассажирами. Плюс 36%. Именно настолько вырастет цена на междугородние автобусы Ангарск-Иркутск. И это еще не учитывая прибавку к бронированию мест. Пассажиры возмущены, но хочешь не хочешь, а если нет своего автомобиля, придется платить. Ежедневно на этих автобусах к местам работы и учебы добираются сотни людей. Михаил, который постоянно ездит в Ангарск из Иркутска, уже не один день пытается узнать ответ на интересующий его вопрос. Просто хотелось бы узнать по чему, по каким объективным причинам, чтобы без объяснения причин они не говорят, что подорожало. Да, доллар, например, повысился, но сейчас, например, на данный момент доллар 82 рубля, что ли. То есть он вернулся почти к февральским значениям. Автобусы, если можно думать, они, по-моему, китайские. Они китайские и корейские. Если с корейскими запчасти какие-то свои нюансы, то с Китаем у нас, по-моему, проблем вообще никаких. Два дня мы пытались связаться с руководством междугородних перевозок, но каких-либо комментариев по поводу резкого повышения цен от них так и не последовало. А жительница Ангарска за свое любопытство даже была заблокирована в одной из соцсетей перевозчика. Я никаким образом не оскорбляла ни компанию, ни руководителя, никого. Просто я высказала свое мнение, что меня просто сразу же удалили. И какую-то получить информацию из этой группы Вайбера я теперь не могу. То есть если я хочу забронировать автобус, я могу только позвонить. А с сегодняшнего дня избежать ответа вряд ли удастся. По причине многочисленных жалоб граждан на резкое увеличение стоимости Федеральной антимонопольной службой в адрес перевозчиков направлен запрос с требованием обосновать повышение цен. В случае выявления признаков нарушения будут приняты меры реагирования. Наталья Хмелева, Олег Левченко, Роман Буйнов. Местное время.